В эфире программа «Свет души» с вами Людмила Митакович. 1 ноября 2014 года исполнилось 150 лет со дня рождения преподобно-мученицы Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны. Мы продолжаем рассказ о её жертвенном служении и крестном пути к святости. После трагической гибели мужа, великого князя Сергея Александровича, в Москве княгиней была основана обитель молитвы, труда и милосердия в честь святых Марфы и Марии. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. В обители Великая Княгиня вела жизнь подвижницы. Спала на деревянной кровати без матраса и на жёсткой подушке, тайно носила в лосиницу. Её сон редко продолжался более трёх часов. В полночь Елизавета Фёдоровна шла молиться в свою молельню или в церковь, а потом обходила все палаты больницы. Когда тяжелобольной нуждался в помощи, она оставалась у его постели до рассвета. День в Марфо-Мариинской обители начинался в шесть часов утра. После общего утреннего молитвенного правила Великая Княгиня давала послушание сёстрам на предстоящий день. Свободные от послушания оставались в храме, где начиналась божественная литургия. В часовне, сооружённой в конце сада обители, читалась псалтырь по усопшим. Часто ночами молилась там сама Великая Княгиня. Больница Марфо-Мариинской обители считалась образцовой. В ней работали лучшие специалисты города. Операции проводились бесплатно. Известные московские хирурги часто приглашали её ассистировать при проведении трудных операций. Пациенты говорили, что от Великой Княгини исходила целебная сила, которая помогала им переносить боль. В Москве Великая Княгиня уделяла особое внимание хитрову рынку. Трущобы хитровки наводили ужас на москвичей. Брат Елизаветы Фёдоровны, Эрнест, в своих мемуарах описывает, как Элла в сопровождении только одной сестры милосердия посещала пользующиеся плохой репутацией улицы и трактиры. Население хитровки состояло из нищих, бродяг, карманных воров, взломщиков, скупщиков краденого, беглых арестантов и уголовных преступников. Будущее детей, родившихся там, было предопределено. Обычно голодных и плачущих младенцев использовали, чтобы выпрашивать милостыню. Мальчиков, едва те подрастали, обучали воровать, девочек торговать собой. Елизавета Фёдоровна, посещая притоны, уговаривала родителей передать ей на воспитание детей. Её не пугали нечистота, брань, вид людей, потерявших человеческий облик. Она говорила, подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено. Всё население хитрого рынка знало великую княгиню, Её глубоко уважали и называли сестрой Елисаветой или матушкой. В одном из писем тех лет Елисавета Фёдоровна открывает духовные причины устроения Марфа Мариинской обители милосердия. Москва, 20 января 1909 года Моя дорогая тётя Саша, от всей души благодарю вас за ваши добрые письма. Я счастлива, что вы разделяете мои убеждения в истинности выбранного пути. Если бы вы знали, до какой степени я чувствую себя недостойной этого счастья. Ибо когда Бог даёт здоровье и возможность работать для Него, это и есть счастье. Я одинока. Люди, страдающие от нищеты и испытывающие всё чаще и чаще физические и моральные страдания, должны получать хотя бы немного христианской любви и милосердия. Это меня всегда волновало, а теперь стало целью моей жизни. Говорят, что есть люди, которые хотят уйти из мирской жизни, покинуть её. Я же, наоборот, хочу войти в неё. Одну сторону этой жизни я узнала благодаря своим прежним обязанностям. Это то, что называется светом, обществом. Я делала для них, что могла. Возможно, я плохо выполняла свои обязанности. Я пыталась помочь своему мужу в той жизни, в которой он жил, в тех обязанностях, которые он выполнял, блеск, праздники. Я искренне не верила, что должна ему помогать. Я делала это с радостью. С чувством, что мы приносим радость другим, наши вечера всем нравились. Я видела на них много счастливых лиц. Вы думаете, что я хочу осудить свет или осуждаю его? Ведь я и раньше понимала и видела, что богатые молодёжь, чисто любивые люди, думающие только о развлечениях, не страдают. А если и страдают, то утешить их сложнее всего. Поклонение золотому тельцу, собственной персоне — какое же это беспросветное страдание. Возможно, я ошибаюсь. Я знаю, что надо мной будут смеяться из-за того, что я хочу перенести своё существование в нищенскую среду. Но я верю, что и в мою сторону кто-нибудь посмотрит и придёт мне помочь, и оставит на несколько часов пустые развлечения, если хоть раз увидит, какую безграничную радость дают, доброе слово, поддержка, пусть даже небольшая, помощь в поиске работы или утешение в страданиях. Вы можете вслед за многими сказать мне, оставайтесь в своём дворце в роли вдовы и делайте добро сверху. Но если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности. Я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером. У меня нет ни ума, ни таланта, ничего у меня нет, кроме любви к Христу. Но я слаба. Истинность нашей любви к Христу, преданность Ему, мы можем выразить, утешая других людей. Именно так мы отдадим Ему свою жизнь. Я знаю, что я не на высоте. И всё же одна монахиня с большой верой и огромной любовью к Господу сказала мне, «Положите свою руку в руку Господа и идите без колебаний». Наши передачи звучат фрагменты аудиоспектакля «Великая княгиня», созданного студией Минского Свято-Лесоветинского монастыря. А наша гостья, сотрудница монастырской паломнической службы Татьяна Хоменкова, продолжает рассказ о путешествиях по следам Великой княгини. В ноябре она побывала на Елисоветинских днях, которые прошли на родине преподобно-мученицы в немецком городе Дармштадте и были приурочены к 150-летию Елисоветы Фёдоровны. Они собрали множество последователей дела милосердного служения со всего мира. Это большой подарок от Господа и от княгини Елисоветы. Конечно, побывать у истоков – это очень сильное впечатление и чувство. К сожалению, в Дармштадте не осталось дворца, где родилась княгиня Елисовета и царица Александра. Этот дворец был уничтожен во время Второй мировой войны. Не осталось никакого следа и от дворца, и тети, и дяди, где они любили бывать. Сохранился только лишь рабочий дворец герцога Гессенского, где он принимал посетителей, и загородная резиденция, где росли и отдыхали маленькие принцессы. К сожалению, это сейчас частное владение. Прямых родственников по линии Гессенских тоже не осталось. Но просто даже пройтись по улочкам города, где прошло детство, услышать историю местных православных о княгине Елисовете, побывать в храме Равноапостольной Марии Магдалины тоже даёт многое. Было большое торжественное мероприятие. Маленький храм Равноапостольной Марии Магдалины смог вместить только священство и представителей общественных объединений, связанных с княгиней Елисоветой. А большая часть молящихся были на улице. Служба возглавляла пять епископов. Богослужение велось на четырёх языках. И это было на самом деле событие мирового масштаба. Объединение верующих, разноязычных, разной культуры воедино и целое. Все спрашивали друг друга, откуда вы, как вы связаны с княгиней Елисоветой. И совершенно не стеснялись друг к другу подходить, потому что мы уже объединены одной общей темой. Украшал это богослужение своим пением Синодальный хор Московской Патриархии. Было просто неземное пение. Было большое угощение. Молящиеся большинство пошли на экскурсии по Дармштадту, по парку Россо, где находится усыпальница герцогов гессенских. А представители общественных организаций, учёные отправились на конференцию. В эти дни проходила научно-просветительская конференция «Елисоветинские дни в Дармштадте», которая объединила со всего мира общественных деятелей и учёных. Часть наших паломников были делегированы на эту конференцию, представляли Беларусь. А уже в последующие дни от нашего монастыря на этой конференции выступала монахиня Марфа и делала доклад о жизни нашего монастыря, и сестричества, и о нашем социальном служении. Мы же большая часть отправились на экскурсии. Побывали в парке Россо, где находился дом дяди, книги Нелесовета и Эрнеста, где они любили бывать. Место очень красивое. С горки, где находился замок, к сожалению, он тоже не уцелел, открывается прекрасный живописный вид на храм и на сам Дармштадт. Сама часть, где находится розарий, приятное успокаивающее воздействие имеет. А уже где находится усыпальница, место такое тенистое и такое скорбное. Всё-таки очень жаль, что не осталось прямых потомков по линии Гессенской. Целый самолёт родственникам книги Нелесоветы попал в авиакатастрофу и погибли уже в XX веке. Причём летели на мероприятие радостное, на свадьбу одного из сыновей, Эрнеста, дяди, книги Нелесоветы, и в авиакатастрофе погибли. Остались только косвенные родственники. Наверное, в этом тоже есть воля Божья. Два рода, герцоги Гессенские и Романовы, которые много веков были объединены между собой. Четыре принцессы Гессенские были породнены с домом Романовых. Две из них стали императрицами и две линии совершенно иссякли. В Германии не знают о книге Нелесовете. Наша экскурсовод по Дармштадту рассказывала, что она в этот же день проводила экскурсию для немцев. Конечно, не могла не рассказать о торжествах, которые проходят в этот день в городе. Они были удивлены. Говорят, вы, наверное, рассказываете нам о Елисовете Тюрингенской. Это дальняя родственница и покровительница в протестантизме книги Елисоветы. Говорят, нет-нет, я вам рассказываю о другой Елисовете. Не знали на самом деле, но в то же время это есть какая-то возможность миссии. И знакомят обыкновенных немцев, не связанных с православием. И в Мюнхенском монастыре в честь преподобного ученица княгини Елисовета. Для нас это тоже была большая радость и открытие. Знать, что в Германии есть православный женский монастырь. И тем более, что он посвящен преподобному ученицу княгини Елисовете, как и наш монастырь. Зарубежная церковь Русская. Зарубежная церковь. Сейчас, к счастью, мы объединены, имеем евхаристическое общение. И до празднества в Дармштадте мы как раз-таки побывали в этом монастыре на литургии. Помогли познакомиться с жизнью сестер. Для них основные определены задачи — знакомить немцев с жизнью их соотечественницы, которая была не только выдающейся своими какими-то делами, но и которая стала святой. Ещё одна из задач — это знакомство с православием, с жизнью православного монашества. К нему многие приезжают как туристы. Вот что-то такое интересное в Германии есть православный монастырь. Нужно съездить посмотреть. И узнают совершенно о другом, принципиально отличном от мира, к которому они привыкли. Ещё такая большая миссия им выпала — помогать местным иммигрантам сохранить свою культуру. А девочек, родители которых переехали из стран СНГ, помогать оставаться в рамках культуры тех стран, из которых они прибыли, не ассимилироваться с местными населениями. Торжества в Драмштадте заканчивались концертом. Мировая премьера. Впервые исполнялись песнопения, специально сочинённые к этому дню. «Путь ко Христу». Часть песнопений — новые тексты, связанные с жизнью и подвигом княгини Елисаветы. И в рамке этих новых текстов плетены православные молитвы. Удивительно, что мир знает Елизавете Фёдоровне. Память о ней постоянно живёт, поддерживается. И увеличивается почитание её с годами. Теперь уже есть достаточно много материалов и современных исследований. А главное, что есть и те люди, которые своим милосердием служат её памяти. Даже на торжествах были представители сестричества из Ханты-Мансийска, из Киева, из Урала, Калужской области. Это только те, с кем мы успели познакомиться. На самом деле, не просто название честной княгини Елисаветы. За этим названием стоит, как правило, огромнейшая социальная деятельность, благодаря которой люди не просто имеют какую-то возможность выжить в этом мире и получить какую-то материальную или душевную помощь, но и приблизиться к православию, к Христу, воцерковицу. Известно, что Великая княгиня побывала на Святой Земле вместе со своим мужем. И после этого именно она как бы укрепилась в решении принять православие. Вот такая паломническая дорога была туда у вас. На праздник Благовещения в 2013 году было благословение нашего духовника, чтобы группу паломников я сопровождала на Святую Землю. Это была возможность поблагодарить княгиню Елисавету, что я при монастыре, что я в сестричестве, за то, что она всякий раз, когда я взываю помощи, к ней помогает. Я также посещаю больницу, детское отделение, наше Центро психического здоровья республиканского. И очень часто не хватает сил просто даже как-то улыбаться и просто быть другом для детей, не говоря, что какую-то деятельность педагогическую или духовно-просветительскую разворачивать. Молишься и просишь «Матушка Елисавета, помоги хотя бы чуточку быть и сегодня похожей на тебя». Всегда помогает княгиня Елисавета. И, может быть, это, конечно, так кажется, но почему-то многим кажется, что мы чувствуем теплоту, исходящую от мощей. Мы долго идём все ко Святой Земле, чтобы попасть годами. Мечтаем о этом баломничестве. И долго идём к тому, чтобы приехать к мощам княгини Елисаветы и отблагодарить, и помолиться о будущем. И когда уже попадаем, уходить не хочется. И, конечно, понимаешь её, что в таком месте, наверное, каждый произнёс бы слова «Какая неземная красота, как бы я жила быть погребенным здесь». Но и в то же время это большой источник вдохновения на дальнейшую жизнь и труды во имя даже её памяти. А ещё княгиня Елисавета сама помогает проводить экскурсии. Мы проводим экскурсии для очень разных людей. Часто приезжают люди, просто им кто-то посоветовал приехать, там будет интересно, красиво. И они, не зная, что и как, приезжают в монастырь. Часто приезжают из санаториев. Не столько, сколько, скажем, храмы посетить, сколько посетить наши лавочки. И проводить, бывает, экскурсию очень тяжело. Потому что если приезжают люди, которые много в жизни путешествовали, много чего видели, ничем не удивишь. Очень много уходит энергии, и нет никакого интереса в глазах. Но ровно до того пункта, когда мы начинаем рассказывать о житии княгини Елисаветы, мы ничего нового не рассказываем, просто её житие. И постепенно лица изменяются. Часто приходит преображение, спадает маска безразличия, равнодушие, и начинают светиться живые человеческие глаза. Бывает даже, что плачут. У каждого свои причины для слёз. Но человек оживает. Ну, это, наверное, такая маленькая победа над такой смертью, которая приносит в наши души суета ежедневная. С начала информационных событий жизнь в обители изменилась. Елисавета Фёдоровна была арестована, и 18 июля 1917 года на следующий день после гибели царской семьи пришёл и её час. По пути из Перми в Алапаевск великая княгиня и её сёстры находились несколько дней в Екатеринбурге. Там же в это время пребывала в заточении императорская семья. Елизавета Фёдоровна стремилась встретиться с императрицей, но ей было отказано. Весной 1918 года в Екатеринбург доставили великого князя Сергея Михайловича, его секретаря Фёдора Михайловича Ремеза, князя Владимира Полея и сыновей великого князя Константина Константиновича Иоанна Константина Игоря. В Алапаевск великая княгиня Елизавета Фёдоровна и остальные узники были привезены 20 мая 1918 года и помещены в школе на краю города. Великая княгиня подолгу молилась. 21 июня жизнь заключённых резко изменилась к худшему. У них было отобрано почти всё имущество. Келейницы, великой княгини Варвара и Екатерина были отправлены в Екатеринбург. Прощание сестёр с Елизаветой Фёдоровной было очень тяжёлым. Все трое плакали, думая, что расстаются навсегда. Сестёр Варвару и Екатерину привезли в Екатеринбург и предложили отправляться на свободу. Когда обе сестры стали умолять чекистов вернуть их обратно в Алапаевск, то их стали стращать мучениями, которые предстоит вынести великой княгине Елизавете Фёдоровне и сказали, что если они не хотят разделить этой пытки с их настоятельницей, то должны уехать. Самая близкая к Елизавете Фёдоровне келейница Варвара Яковлева не испугалась и сказала, что готова даже дать подписку своей кровью, что желает разделить судьбу с великой княгиней. Коммунисты растерялись. Они не думали, что эта молодая женщина вместо свободы пойдёт на страдания и смерть, и им ничего не оставалось делать, как отправить её обратно в Алапаевск. 17 июля в 12 часов дня в школу явились чекист Пётр Старцев и несколько рабочих коммунистов. Арестованным сообщили, что ночью их перевезут в Верхний Синячихинский завод, расположенный недалеко от Алапаевска. С этого момента узники находились под охраной Старцева и его людей. Убийство Алапаевских узников произошло в ночь на 18 июля, когда Православная Церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Это был день те заименитства покойного супруга Елизаветы Фёдоровны. Узников, среди которых была великая княгиня Елизавета Фёдоровна, разбудили и повезли к заброшенному руднику. Одна из шахт рудника, Нижняя Силимская, была в 60 метров глубиной. Стены шахты некогда были выложены брёвнами, теперь уже полузгнившими, торчавшими из стен. Первой столкнули взияющую чернотой яму великую княгиню Елизавету. «Господи, прости им, не ведают, что творят», молилась княгиня. Когда все жертвы были в шахте, туда полетели ручные гранаты. Взрывы должны были скрыть следы преступления. От разрыва гранаты погиб только Фёдор Ремес. Его тело, впоследствии извлечённые шахты, было сильно божжено взрывом. Остальные умерли в страданиях от жажды голода и увечий, полученных при падении. Великая княгиня упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. С нею рядом нашли князя Иоанна с перевязанной головой. Великая княгиня сделала ему перевязку, использовав свой апостольник. Свидетель-крестьянин слышал, как из глубины шахты доносилась херувимская песнь. Мученики пели. За сутки до Алапаевского преступления в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в Ипатьевском доме произошло убийство царской семьи. Тела убитых были перенесены в грузовую машину, которая направилась в урочище четыре брата, где находился старый заброшенный рудник. Грузовик остановился у шахты Ганина Яма. Когда армия Колчака заняла район Екатеринбурга и Алапаевска, было приложено немало усилий, чтобы найти места казни и извлечь тела из шахт. следователь Соколов в книге «Убийство царской семьи» писал, всего лишь сутки отделяют Екатеринбургское убийство от Алапаевского. Там выбрали глухой рудник, чтобы скрыть преступление. Тот же прием и здесь. И Екатеринбургское, и Алапаевское убийство Продукт одной воли Одних лиц. При Елизавете Феодоровне была найдена икона Спасителя. Возможно, это была та икона, которой император Александр Третий благословил Елизавету Феодоровну при переходе ее в православие. Икона украшена драгоценными камнями и наоборот ее надпись «Вербная суббота, 13 апреля 1891 года». Этот день и был днем перехода Великой Княгини в православие. Вероятно, Елизавета Феодоровна спрятала эту дорогую для себя икону на груди, чтобы ее не нашли чекисты, и молилась во время предсмертных часов. Пальцы правой руки Елизаветы Феодоровны были сложены для крестного знамения. «Величие подвига веры к Богу есть в углубине земли я бобра и светлости. Страстно терпится великая Княгиня Елизавета, Елизавета Феодоровна. Каждая мученическая кончина – это продолжение Голгофа Христа, продолжение его бездонной любви, которая по сей день ищет людей, способных последовать за ней. На протяжении многих месяцев, через захваченную рельсионными потрясениями Сибирь, Китай, затем морским путем в порт Саид, совершался небезопасный и последний путь Алапаевских узников. Тела Елисаветы Федоровны и Иннокене Варвары были погребены в январе 1921 года в Иерусалиме в храме святой равнопостальной Марии Магдалины, в котором она присутствовала в день его освящения, и воля ее найти свой вечный покой в Святом Граде исполнилась. Когда открыли гроб с телом Великой Княгини, то помещение наполнилось благоуханием. По словам архимандрита Антония, чувствовался сильный запах как бы меда и жасмина. Присутствующие в храме убедились в нетленности мощей и Елизаветы Федоровны, и Варвары. Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что она полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают все. И, конечно, обрели покой настоящую Родину. Небесное Отечество. Теперь мы все переживаем одно и то же. И невольно только у Него находим утешение. Неси наш общий крест разлуки. Господь нашел, что нам пора нести Его крест. Постараемся быть достойными этой радости. Я думала, что мы будем так слабы. Не доросли нести большой крест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok